Всем привет! Сегодня с вами Вася Купер и Влади Тап. Сейчас мы собираемся пойти в гости к борцам, которые приехали на чемпионат России в Якутск. Да, сейчас мы уже стоим возле общежития, где они живут. И пойдем к ним знакомиться, узнавать о жизни, о каких-то переживаниях перед соревнованиями. И вообще узнаем, как им наш город. Поехали! В Москве дешевле. Это стоит? Вот это стоит, да? Давайте я вам скажу, чтобы записывать. Вот заходите. Посмотрите, это условия. Живут заслуженные тренеры, спортсмены, заслуженные мастера спорта. Вот таких условий. Стоимость гостиницы стоимость 1250 рублей в сутки. С человека. С человека. Можно такие деньги брать за это? А вы на сколько по времени приехали? На 4 дня, на 5. На 30 выезжали. Да. Посмотрите, какие условия такие деньги. Вы уже не первый раз? Нет, я уже раз 5 в Якутии. И каждый раз вот такие условия? Ну, здесь, наверное, нет других гостиниц. Нет, гостиницы нет. Но есть другие гостиницы? Почему? Мы готовы за полторы тысячи заплатить. Ну, чтобы был телевизор, холодильник. Между прочим, даже у нас, если снимать где-то 2,5 номер, а здесь с места снимать, я такого первый раз вижу, есть двухместный номер, он стоит столько. Есть трехместный, он стоит столько. Ну, этот номер мы платим 3,750, да, получается? 3,750. 3,750 вот за этот номер стоит. На троих, да. Это даже, извините меня, даже у нас в Центральной России за 3,750 это люкс-номер гостиницы. Любой гостинице. А что-то включено вот в этот номер? Ничего. Любой комнаты проживания не включено? Совершенно. Больше абсолютно ничего. Не питание? Нет, нет, такое питание. Хоть кипятильника этого нет. Мы представители Вологодской области. Яков Ильич предстоит заслуженный тренер России Советского Союза. Не Россия еще, еще Советского Союза Яков Ильич. Встречают хорошо транспорт. Девочки, волонтеры, все везде шикарно. Во дворце шикарно все делано, но гостиница у нас это ужас. Вот член сборной советы, участие, призер Кубка мира в Америке. Тебе нравятся эти условия? Да, большое. Спартанские условия. Северные. Оттуда и рождаются все самые сильные. Трех, если грудь по молодежи прошлого года. Это родной брат младший. А это Кубок мира. Кубка мира. Ну расскажите, как думаете, как завтра все будет проходить? Думаю, завтра будет очень интересно. А вы готовы? Ну, уже как-то настроились или еще нет? Да, конечно. Всегда готовы, да? Мы, скажи, мы готовы у Якутов выиграть. У них нет больших. Конечно, готовы. Сборы провели специально. Мы готовы. Ну, погуляли по городу вчера, да, погуляли, так, в общем, посидели там всяким кафе. Ну, если честно, я думал, здесь чуть-чуть такой яркости не хватает. Ну, не то, что даже старые здания, вот эти вот там какие-то дома построены, они уже такие... Лучше надо было, ну, понятное дело, свои вот это, да. Закончил военную медицинскую академию, врач, на всякий случай, травматолог, врач-травматолог. Слышали, в Питере есть военная медицинская академия, самая лучшая в России. Вот он, три брата, все тяжеловесы, все борются, все мастера спорта. Вот один, второй, третий еще молодой. Да, ну, куда бы ни приезжали в любой город, ну, вот. Ну, вот в Красноярске, допустим, в домах. Жили в шикарной гостинице в Красноярске, каждый год я уже туда 15 лет езжу на ярыгинский турнир. Одноместные, двухместные, люксы, полулюксы. Красноярске стоит, ну, до полутора тысяч, вот, если мы берем двухместный номер, где-то две с половиной, да, вон так примерно, там все люкс, шикарный номер, все везде, картины, красота, мебель, это самый, телевизор, холодильник, все это. А вы как-то привязаны, почему вы именно здесь сидите? Ну, нам назначили где, где выделили место, кого куда распределить, тут же многие живут, и Осетия, и Дагестан, а Дагестан не здесь, по-моему. И Осетия, не все здесь, половина здесь, половина здесь, ну, вы можете узнать, вот, у кассира сколько человек разместилось здесь, она же вам скажет количество. Так-то все организовано шикарно, дворец, организация очень хорошая, но проживание, а это очень важно. Что-то за кровати такие, какие-то даже, непонятно, посажите на стулья, сесть не на что. Кровати сидят врязаные, белье сушат в роллере, дышать вот этим, да? Можете сказать вам, пожалуйста, можете снимать видео, буквально пару слов. Вот чемпион, действующий чемпион Европы. Вот, Шамбиль, куда Магамбель? Как вам наши кинотеатры? Честно говоря, у вас здесь все замечательно, все борьбы любят, подходят, фотографируются, очень приятно даже. Да? Да. И, но, хорошо сейчас, хорошее прохладное время, но в прошлый раз, когда были здесь, комары не оставляли нас, а так все нравится у вас здесь, хорошие люди. И вот здесь прогулку делали тоже по этой, ваше местные, но местные дома смотрели, но... Местные дома смотрели, но... Как ходят на квартале, да? Да, да, деревянные, но ужасные условия. В центре нет, наверное, но... Ну, правительство не смотрит, что ли? Ну, а так все прекрасно. По центру ходили, да? Да, да. И смотрели. Как вам народ? Народ? Хороший народ, вот, любят борьбу, еще этот... Спорт любят, спорт. Магомеда узнают здесь в Якубе. Только нас, нас всех узнают там, здесь наши чемпионы, мы ходим без этого, наверное. Вот наш пьяж, наш пьяж, наш пьяж, зам, зам, то есть имеет цель. А вы пробовали уже якутскую кухню? Якутскую кухню... Ну, это ходили здесь... Рыбный ресторан. А, ресторан ходили? Да, да. Очень интересно было, очень вкусно было, разные блюда из рыб. А какое вам больше всего понравилось? Нам-то все понравилось. Так как много нельзя кушать, где и нам на диеты весь гоняем, и когда на диету все вкусно кажется. Что особенно запомнилось якутский-то? Особенно. Вот, квартал, наверное, деревянный, да? Да, вот это и рыбный ресторан, когда ходили, там все постаренное. Да, да, и вода с крана. И вода с крана. Да, почему-то все отмечают эту воду с краном. Ну, так как черный идет, боятся все черные руки, зубы чистые даже. А вы сами? Передаем большой привет якутским водоканалу. Да, всех благ якутским. Горцем в Якуте. Живаш допинг, да? Это витамины, что-то. Мы допинг не употребляем. Мы за здоровый, честный спорт. Дагестанская сборная. Всех тоже призываем к чистому спорту. Кроме витаминов у нас ничего не бывает. Поэтому... Али Мармей, что интервью лежит? Интервью? Давайте в этот зал. Интервью после чемпионата России. Там ребята есть. Уважаемые зрители, что вот именно победят. Так вот, сходили мы к нашим гостям из Дагестана. Им очень понравилось у нас. Да, но немного достопримечательностей возле их проживания их, конечно, не совсем порадовали. Не, ну как? Они говорят, кто запоминающийся. Самый запоминающийся у нас в городе. Это 17 квартал. Они даже, кажется, побродили по этим вот уличкам. И много эмоций вызвало. Уходят в свободное время вот в таких прекрасных наших местах. Нет, ну еще. Какие есть? Как сказали спортсмены, у нас спартанские условия. И они, в принципе, соответствуют, да. Да. Этому. Не, ну они жгают, типа, из таких вот условий рождаются настоящие чемпионы, да. Ну вот здесь вот они живут, а здесь они гуляют. Да. Нет, ну я имею ввиду то, что это, ну вот, то, как он поступил. Ну, то, что ударил. Ну, потому что некрасиво, конечно. Нужно отношения на ковре выяснять, кто сильнее, кто слабее. Непаспортиво. А уже, да, некрасиво, конечно, мы такие вещи не поддерживаем. Не поддерживаете, конечно. Конечно, мы поддерживаем, да. Надо уметь и выигрывать, и проигрывать, и красиво, и честно. То есть проигрыш не бывает, Павел. Конечно. Надо уважать соперников, надо уважать старших, младших, всех надо уважать. Спасибо.